Всем здорова, с вами на этом мы продолжаем проходить Стальную Подружку. И сейчас нам уже надо бы идти в лабораторию, чтобы нас подготовили к управлению Евангелионами. Да, и нам надо бы сейчас ещё решить, с кем мы туда всё-таки пойдём. Потому что я думаю, что пока мы не решим, нас отсюда игра не отпустит. Так что давайте пойдём по порядку. Рубрика «Куда мне идти?» по-прежнему с нами. И пойдём сейчас в класс домоводства. Возможно, нам там сейчас что-нибудь да ещё и да и скажут. Как мне кажется, то что должны сейчас управлять Синдзи, то есть наш главный герой, Аска, Рэй, вот этих вот челик голубых кровей и ещё кто-то. Вроде бы то ли Третья Дева, то ли Четвёртая, то ли какой-нибудь. Не могу найти Судзухару Куна, не знаешь куда он пошёл? Волнуюсь все за Тодзи. Я слышала от него про лабораторию. А, вот, да, всё-таки вот про этого Тодзи. Ещё один, которого направили в лабораторию. Значит, и Тодзи позвали в лабораторию. Староста явно влюблена в Тодзи. Ну, как бы флаг ей в руки, а мы пошли дальше. Такс, в библиотеку. В библиотеке что-нибудь у нас будет? Где может быть полка с книгами по теории эволюции? В разделе естественных наук или в философии? Я не знаю, где они там у вас лежат, но мне бы найти хоть кого-нибудь. Так, наш класс. Говорить. В общем, день закончился, никого нету. Я понял, идём отсюда нафиг. Так, учительскую. Возможно, мы там сейчас эту Мисата встретим, и она нам скажет, Ты хули тут делаешь? Иди туда-то, туда-то. Со мной заговорил учитель Небукава. Учителька Цугаки оправилась в лабораторию. Мисата Сан в лабораторию. Значит, мы будем видеться и в лаборатории тоже. Окей, ладушки. Как бы для тех, кто смотрел сериальчик и смотрел фильмец Корнец Евангелиона, ничего такого удивительного нет. Но так как это типа реальность, когда Синди только сейчас будет знакомиться с Евангелионами, то для него это как бы будет в новизну. Так, окей. Три пунктика. А, нет, даже четыре мы уже прошли в школе. Так, идём в мудпункт. И, по идее, говорить... А, во, и тут у нас это, и её нами. И Карикун. А, я нами... Ты меня напугала. Мы едем в место под названием лаборатории искусственной эволюции, да? Жду не дождусь. Ты уже разузнала дорогу, расскажешь мне. Ну, мы же вместе поедем. Так ведь? Да так, так. И, кстати, мне пришлось немножечко, немножечко испортить некоторые впечатления от прохождения данной игры. А именно, мне пришлось выключить музыку. Потому что за первую серию мне уже пизды прилетело. Так что ещё больше пизды от Ютуба я не хочу. Так что, извиняйте. Возможно, я какую-нибудь другую музыку буду подставлять. Но самый факт в том, что с музыкой ещё и отключилась прикольная вот озвучка. Прикольная японская озвучка, которая... Я не знаю, была бы поверх моей болтовни. Меня просит девушка, которой идут бинты. Я должен радоваться. Такс, нам надо бы ещё что-нибудь... Или не надо тут выйти, или можно прямо тут решить, с кем идти. Ладно. Такс, медпункт. Музыкальный класс. Я туда не хочу идти. Крыша, раздевалка. Такс, музыкальный класс. Может, нам туда сходить ещё? Так, Каору Куна не видать. Да и слава богу, я и не хотел бы с ним идти. Но если нам, типа, скажут то, что выбирай, с кем идти, я, скорее всего, выберу либо Рэй, либо Аску. Потому что, ну, блин, Каору мне, я не знаю. Хоть там и, как я в сообществе по Евангелиону смотрел то, что куча шиперов, которые вот там, этого Синзи и Каору шипят. Но мне, как говорится, этот персонаж только в сухариках крустим рекламе в сериальчике более-менее так зашёл. Да и всё, больше так он мне особо в душу не западает. Так, на крышу сходим поговорить. С дома крыши видели где-то домики очень даже игрушечными. Чё-то у меня язык опять начал заплетаться. И давайте спустимся с крыши. По идее, по идее, всё мы, по идее, прошли везде. Так, в медпункте говорить. Этот бин, который накладывают при наранениях, забинтуйте мне кто-нибудь голову. Тебе как-нибудь голову забинтуют, если ты так и будешь продолжать ныть. Я не знаю, кстати, он особо, вот этот Синзи, наш главный герой, особо не ныл в этой игре. Но мне кажется, что всё ещё будет впереди. Так, поговорим. Было бы хорошо пойти всем вместе, но Аска ни за что не согласится. Вот мне кажется, что Аска, вот, после предыдущей серии, ни за что не согласится, потому что произошла такая небольшая перепалка между Ионами Рэй, мной и вот этой вот Аской. Ну, точнее сказать, без меня там всё обошлось. Так что пойдём во двор школы. Так, говорит школьный двор после занятий, видно школьников. Окей, тогда пойдём опять сейчас по порядочку. Так, это мы вернёмся в школу, и это к школьным воротам, это не надо. К теннисному корту окей, пойдём, посмотрим. Так, солнце печёт, ничего неизвестно. Так, и давайте уже к бассейну. Я надеюсь, что я этого там не встречу. Ко мне подходит Каору-сан, блин. Я, ой, Каору-кун, точнее. Я только надеюсь, что я не встречу его. А он уже тут, как тут. Ха, даже в печали ты прекрасен. Чего? Каору-кун, блин. Да я и Синзи-кун следуем дорогой к лаборатории. Красота, правда ли? Мда, уж, даже блевануть немного тянет. Каору-кун так ждёт, что мы пойдём вместе, что же мне делать? Ну, я не знаю, сказать ему то, что немного, чтобы он тебя тут подожал, а сам вместе с девчонками свалишь в лабораторию и его тут оставишь. Как бы план, как по мне, очень даже хороший. Так, Осака, Аянами или Каору-кун. С кем же пойти в лабораторию? Так, у меня вот сейчас тут эники-беники ели вареники, но вот этого кандидата я даже не рассматриваю, потому что это страшнее, чем Путин. Так что будем сейчас угадать. Эники-беники ели вареники, эники-беники. В принципе, в принципе, мне Аянами, ну, по внешности, вот, то, что волосы короткие нравятся, да, то, что спокойно, но Аска чувствуется, как будто, блин, прям энергия из неё хлещет и как будто, я не знаю, готова разбудить, вот, как она утром приходила, да, к нашему главному герою, будила его. Хоть со словами, ей, говно, вставай, Родину пора защищать, но, но, как бы, тоже, эээ, хорошая, хорошая компания будет. Куда могла пойти Аска? Да, господи, твою-то мать, мне её сейчас опять искать надо. Ой, наш класс учительской, давайте наш класс. Тут никого ни хера нету, Аски нету. Выйти из нашего класса. Я не знаю, возможно, буду вот это вот обрезать, всё моё хождение куда. Так, появляется старостой, ты Аску ищешь? Ну да, она на входе, только что сменку переобувала. Неужели она уже ушла? Блин, я только подумал, что мне сейчас придётся всё обходить, а тут нам старостой такая подсказка вылезает. Она около входа, иди туда, её сейчас ты и догонишь, если она не улепетала куда-нибудь. Такс, к выходу из школы, говорить. Наверное, она на улице, это же Аска. Так, в двор школы тогда пошли, говорить. Ну где же Аска? Такс, тогда к воротам, к воротам пошли. Неужели она уже вышла? Так, в булочную, во двор школы, может быть... А, я возле булочной. Да, и Аска тут решила перекусить. Ну, вроде как, наконец-то мой выход. Аска, ты здесь что ли была? Фу. Эй, объедки оставила? Фу-фу-фу. Да прекрати же ты уже. Ты заставила ждать несчастную слабую девушку под палящим солнцем. И заставила её сосать какое-нибудь непонятное мороженое. Эээ, прости. Надо спешить, иначе не успеем. Но времени ещё полно же. Я, блин, знаешь ли, не хочу на крышу Юдзавая. Так что, закрой свой рот и пошли. Мы на станции Синагухара. Эээ, какая тут... Стоп, мне показалась ли там долина одуванчиков? Эээ, мы сели на поезда Синкитезьёки. Я так чувствую то, что у меня мозг, либо язык сломается от этих вот слов. Синкитезьёки, фигиёки. Поезд приводит через Синкитезьёдзи. Через несколько минут. Ура, наконец-то! Эээ, высадка по пути обходится недёшево. Вот жмот! Ну, с этим я могу согласиться, но вдруг у нашего Синди еврейских корней, так что её можно понять. Мы вышли на площадь перед станцией. Ну, показывай дорогу, Кьюдзавая. Заставил меня искать своё же место. Ааа, я теперь понимаю, чем мне эта игра будет запоминаться. Хрен пойми, куда идти. Так, Кьюдзавая, парк и насекава, ко входу Синроуд. Давайте Кьюдзавая пойдём. Так, сразу пойди зайти в Кьюдзавая, погулять под городом. Давайте сразу пойдём туда, не будем тянуть, как говорится, аску за её хвосты. Мы в холле Кьюдзавая. Нас там, по идее, должен кто-то встречать, да? Ооо, пингвинята пены! Сколько пенпенов! Ха, наверное, тепловодные пингвины. Это биологический эксперимент! А куда остальные ушли, компашка? И, типа, все клоны ушли, остался только один единственный, да? Ха, милашка! Хватит на меня так пялиться! Прямо будто разговаривает. Наверняка-то ему понравилось. Ха-ха-ха! Так, попробуем перевести с языка пингвинов. Эй, раньше я был обычным пингвином. Я рад встрече с Аской. Вытащите меня отсюда быстро! Это, скорее всего, то, что пенпен говорит на самом деле. Хочу рыбки! Как насчёт сардин? Вытащите меня отсюда гребанья, вы дети такие непонимающие! Мы же друзья, сука такая! Ну пойдём, что ли? Ага! Аааа! Скористите! Суки такие! Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-х! сука. Видимо, мы только что услышали, как пингвин бы ругался в реальной жизни. Мы на станции Синкиты Йодзи. Так, куда нам идти? Ага, пройти-ка через тайную комнату, выйти к желудку блевобрюха, так, потом через Ханоки Сан пройти в сторону тайных сортиров и, в принципе, мы будем уже на месте. Мы сели на поезды лаборатории искусственной эволюции. Тонноторон, тоннодон. Добро пожаловать в лабораторию искусственной эволюции. И что же нас там будет кто-то встречать? Ну, судя по очкам, я уже вижу то, что Кэнски нас тут встречает. Эй, Икари! О, Кэнски, ты чего тут делаешь? Потом объясню. Всем сказано собраться на станции монорельса. Станция монорельса, говоришь? Ну, я вперед пошел. Подожди. Ну вот, переодеться, переоделись. Теперь нужно скорее идти. Сначала играешься с пингвином, с китой йоди, а потом подгоняешь остальных. Как бы в этом вся аска. Так, зайти в мужскую раздевалку, зайти... Ох ты же, блин! Можно было бы зайти в женскую раздевалку, но в прошлой серии еще была такая неожиданная концовка. Так что войдем в мужскую. Чисто мужскую раздевалку. Так, выйти. Не-не-не-не-не. В смысле? В смысле выйти? Не, я не то выбрал. Так, мужскую. Говорить. Вдуре никого нет. Все уже закончили переодеваться. Так что пошли-ка дальше. Так, войти в комнату отдыха. Фу, ты что ли, Икари? Ты тоже объект эксперимента? Вот мне не надо из меня лабораторную крысу делать. Ну, я ничего из тебя ее не делаю. Как бы из тебя ее сделали уже путем путевки сюда. Так что... Так что, да. Говорить. Давай искать станцию монорельса. Окей. Так, к доске объявления во внутренний двор. Здрасте. А ты быстро пришла? Мне повезло. А что это за показушное поведение? Так-так, расходимся. Дамы, не надо драться из-за меня. Так, найти станцию монорельса. Я на станции монорельса. Ну что же, все в сборе? Ну да. Еще, кажется, одного не хватает. А, если вы про вот этого Каору, то и хер бы с ним поехали без него. Хорошо. Кого же тут у нас не хватает? Так, по идее, мы можем сейчас тут пока что... Так, на внутреннюю дорогу, в комнату отдыха. Так, фу ты. Ты что ли, Икари? И если тебя тоже ассоциируют с животным, то я бы назвал тебя шимпанзе. Блин, вот я тебе сейчас руку в жопу-то засуну, да ей уже зубы все повыдергиваю. Ай, будешь еще раз так говорить. Тюнзи вернулся в пункт сбора. Вот это я понимаю. Не, это точно не тот Тюнзи, которого я помню из анимехи. Потому что, ну, блин, это даже не уровень Семена из Бесконечного Лета. Это на две, на три головы выше. Просто, блин. А если сравнить тебя с интеллектом, то был бы ты уже в родне обезьян. Так, гигантский ангар, главные ворота. Давай-ка гигантский ангар. Посмотрим. О, Синзи-кун, наконец-то мы встретились. Так, как тебя пнуть? Можно куда подальше? Кауру-кун, я тебя везде искал. Пойдем на пункт сбора. Вот, баба говорит дело. Хоть я и в единственный раз могу так сказать. Давай вернемся на станцию монорельса. Ну, окей, пойдем на станцию монорельса. Так, к главным воротам во внутренний двор. И, по идее, на станцию монорельса. Вот, да. Я на станции монорельса. Теперь мы все в сборе и можем идти дальше. Блин, выглядит сейчас как будто бы нам объясняют инструкция, инструктаж в школе перед поездкой куда-то. Типа, снюс не толкать, ничего такого не употреблять, ни шуметь, ни пердеть, чтобы вели себя тихо. Внимание, внимание, посмотрите все по сторонам. Все своих друзей видят на месте, да? Если вы посмотрите прямо, то вы увидите окно, через которое виднеется какая-то хуйня. Если вы посмотрите влево, то вы увидите стекло, через которое видите тоже какую-то хуйню. Да! Вот так, по фронту при взятии нет. Отправляемся! О, мы падаем? Ты что, боишься? Я в такой впервые раз в этом еду. А быстро же оно спускается. Вызывает интереснейшее дальнейшее развитие событий. Компания Генрих благодарит вас за пользование нашим монорельсом. Глубина 900 метров. Время пути до геофронта составляет 5 минут. Мне интересно, а Лилит тут будет или нет? О, Токио-3 внизу! Ух ты, круто! Даже просто слишком круто! Леса и озера! На рельсы и дороги! Роскошно же тут базу отгрохали! Ну как тебе это и есть, геофронт? Всё, что ты знаешь, шаска! Кошак, заткнись нахер! Геофронт, так-так, записать! В человечке теплится дух первооткрывателя. Диаметр поверхности 6 километров, высота пещер примерно 1 километр. Если наверху что-то случится, все переедут сюда. Ну как бы нормально всё получается тогда. То есть все люди под защитой, как в анимахе показывают то, что такие дома... Всё, я уезжаю обратно домой в Японию, меня всё заебало, когда какой-нибудь из черножопых ангелов хочет напасть на Токио-3. Сейчас вы все направитесь в штаб-квартиру Нерв. По прохождению шлюзовой камеры пилоты проследуют к боевым машинам. После инструктажа будет произведён экспериментальный запуск. Список пилотов. Ева-00, Аянами Рэй. Ева-01, Икари Синди. Ева-02, Сорью Аска Лэнгли. Ева-03, Судзухара Този. А, ну да, всё-таки я вспомнил то, что да, третий у него Энгелеон был. А вот это вот Каору-05. Стоп, а куда же 0-4 деле, типа пропустили его? Так, далее, ввиду инцидента с исчезновением Евы-04, пилот Айда Кэнский остаётся в запасе. Да чёртовы вы цыгане, даже сюда пробрались и Еву уже на металлолом спиздили. Внутри доков соблюдайте технику безопасности. Как бы окей, типичная экскурсия школьников. Я, типа, запасной пилот. Ну, зато он будет с камерой ходить такой. Репортаж, репортаж, секретная дача Путина. Что же находится внутри? Мы на станции Монорельса Геофронта. Ребята, слушайте внимательно. Дальше все отправятся до пункта назначения своим ходом. Пойдём по отдельности в одиночку. Видимое из воспитательных соображений для развития обстоятельности и культивирования чувств ответственности. Когда пройдёте через ворот Геофронта, отправляйтесь вниз к шлюзовой камере. Шлюзовая камера? Шлюза... Шлюзовая камера? Сенсей, а где находится шлюзовая камера? Миссат, идите на уровень Л5, там разберётесь в сборном месте через 10 минут. А теперь все вместе расходимся. Л5, Л5, вроде бы запомнил. Так, Синдзи, не заблудись и не доставляйте нам проблем. Да понял я. Сейчас мне опять предоставится выбор, куда же мне пойти. На всякий случай я опять же тут сохранюсь. А то мало ли опять мы выйдем на какую-то неожиданную концовку. Типа, ты заблудился, у тебя произошёл инсульт с жопой. И всё, и тебя разжаловали в обычного ученика. Так, закрываем это. Всё, и по идее нам надо бы... Так, коридор А1, коридор Б1. Так, надо бы нам сейчас до Л5 дойти. Так что идём в Б1. Затем идём в Б, так, воротам геофронта, Б2. Так, столовую, душевую, пункт первой помощи, коридор Б1. Не, всё-таки обратно пойдём сейчас. Скорее всего, мы куда-то не туда вышли. Так, на эскалатор Е1. Вот, 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 вот. Блин, понемногу узнаём убранство вот этой вот базы. Что, как, куда идти. И чтобы мы в дальнейшем не заблудились. Так, Л1. Так, С1, С2. В лифт В1. Я думаю, то, что... В1, В1, В1. Давайте В1. Давайте В1. Что у нас тут будет? Вроде бы как, нам надо бы добраться до Л1. Так, С1, Л5. Вот. Всё. Так что мы свою задачу выполнили. Мы до Л5 добрались. Похоже, командующий Икари ещё не прибыл. Нам сказано ждать его прибытия. Регулировка давления Барокамер занимает его минут 20. Как раз скоротаешь время. Синьсян, не сходишь поискать отца? Я? А где мне его в этом муравейнике искать-то? Вы хоть мне подскажите. Если Синзикун потеряется. Вот, вот. Единственный умный человек. Это тоже часть тренировки. Понял. Так, другой этаж тогда. Фух ты же, блин. Так, куда же нам тогда надо будет идти сейчас? Л4, Л2, Л1. Я думаю, то, что мы из Л1 вроде бы как стартанули. Так что пойдём на Л4. Посмотрим, что тут да как. Заодно и прогуляемся. Посмотрим, что тут может быть у нас. Так, коридор В1. Не понял. Я вроде бы нажал коридор В1. Так, стоп. Л4. И? Ну вот, Л4 мы сюда приехали. Я нажал в коридор идти. Так. А, в лифт я нажал по ошибке. Окей. Ты Синзикун, да? Здравствуйте. Проходи дальше. А, проход дальше запрещен. Сейчас ты не сможешь пройти туда. Понятненько. Я ищу отца. То есть, командующего. А, думаю, командующий где-то на верхних этажах. Спасибо за подсказочку. Так, пошли в холл. Пошли тогда сейчас. По словам их юга. Сан-отец где-то наверху. Так что пошли тогда сейчас. Но Л1 это было бы слишком банально. Так что пошли сейчас в этаж Л2. Всё-таки, раз нам сказали, что где-то повыше этажей должны быть наши вот эти вот главнокомандующие. А именно отец Синзи. Так что пошли к торговым автоматам. Вот так говорить. Даже отец иногда хочет петь. Но отца тут нету, да? В раздевалку. Говорить, тут никого нету. Вряд ли отец будет переодеваться к торговым автоматам. Всё-таки, всё-таки, мне кажется, надо бы идти на Л1 уровень. Или же даже на Л3. Вот мне сейчас будет даже такая немного мозготренировка. Куда же мне идти? На Л1 вроде мы оттуда стартовали. На Л3 мы там ещё не были. Так что можем на Л3 сходить. Так что лишним не будет, думаю. Даже если его там нету, то посмотрим, что тут может быть у нас. Так, по идее, отец должен быть здесь. Во. Значит, я скорее всего... Так, переход G4 команда тактический центр. Во. Так говорить. Вообще, отцу полагается быть здесь, но... Но его нихерашеньки тут нету. Покинут помещение. Так, переход G4. Идти. Так, это кабинет доктора Акаги. Так, говорите. На Рициконе отца тут нету. У нас переход G4. Фух. Всё-таки, 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 всё-таки на Л1 нам всё-таки надо бы съездить. Но если нам надо бы к Акаге сходить, то мы уже знаем, куда нам идти приблизительно. Так, Л1. И вроде бы на Л1 этаже было бы дохера мест, куда нам можно было бы пойти. Так, С1, С2. Давайте в С2 пойдём уже. А, вот мы как раз его и встретили. Отец! Поговорите с отцом, молча вернуться к барокамере. Давай поговорим с ним, хрен ли. Отец, прости, что плохо вёл себя всё это время. Отныне я буду умным и весёлым Акари Синдзи. Да, и ты прости меня, Синдзи. Нихера себе тут откровенность такая. Тот чел, которого я называл всё время, когда смотрел анимеху Батя Года, уже приобретает немного повышенный статус. Отныне мы будем жить дружно. И такой ген-то подвалять с дезерта это хотел услышать, то иди нахуй. Говорят, что Икари Генда и его сын Синдзи стали жить дружно. Они устроились работать лесорубами в долине киса и стали жить повыживать дружно любящей семьёй. Блять, мне кажется то, что... Можно назад перемотать. Да вот ныне и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Эх, гейм овер. Я так жопы чуял то, что надо бы сохраняться. Начать заново, выйти. Так, я надеюсь то, что сейчас никакой неожиданной концовки ещё одной не будет, потому что, блин, в прошлой серии, в этой серии неожиданная концовка, где просто отец и сына поговорили, излили душу и пошли дружненько рубить в лес дрова. Так, говорить с отцом, молча вернуться к баракамере. Не, лучше я уж молча вернусь, потому что мне ходить в лишний раз неохота. Потому что, я не знаю, то ли столько концовок, как, я не знаю, как чисто поприколюхи добавлено, то ли просто решили, а почему бы не сделать так? Типа, будет интересно, будет типа, как альтернативные такие вот развилочки вселенной, как бы образовываться с вот этими концовочками. Командующее регулирование готовления баракамеры завершено. Ясно. Спасибо, Синдзикун. Ого. Видимо, с отцом нам поговорить никак не удастся. А, уже тут все жопы вертят, уже одели эти костюмы. Ну, я имею в виду про 0,2 и 0. О, шамбольно. Сейчас расплющит. О, жуть. Бракамеру? Да, было бы весело. Дверь будто бы вот-вот отвалится. А, не понял, с нами ещё там вот этот командующий, что ли, стоит или что? Ничего себе, какие большие. Так вот как выглядит то, что сводит взрослых с ума. Ох ты же, блин. Блин, белого черта я узнаю издалека, блин. Вот те, кто смотрел Евангелион, сразу же поймут, что это за белая скотина такая. Когда собираешь вместе пять, Ев готов поверить и в существование Бога. Эти роботы, они живые? Хм, хочешь узнать, это секрет. Искусственный человек Зевангелион. Для меня, Зева, это приятное воспоминание, время проведённое с твоим отцом. Похоже, вам это нравится, Ритска-сан. Можно и так сказать. Это время для меня словно сон. Доктор Акаги, пожалуйста, пройдите контроль на панели. До встречи, Синдикун. Запах команды. А, запах помады, блин. Какой команды нафиг. Так, нам дали фотоаппаратик, огонь инвентаря. Что? Оу. А, этот решил сразу же сфоткать, как бы на память. Хе-хе, я принёс камеру. Разве тут можно снимать? Не рассказывай никому, ладно. Потом поделюсь с тобой. И сейчас такой охранник подходит. Э, слышь ты, камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, мудила, блядь. Иди Евангелионом управляй, но камеру вырубай нафиг. Ну, ладушки. Если прямо сейчас будет управление Евангелионом, то смотрится довольно круто. Хе, Синзи, чего Аска? Я хотел тебя попросить о кое-чём попозже. Ладушки. Как говорится, желание бабы иногда закон, а иногда и нет. Давай сделаем фото на память. Это камера Кэнски? Как ты это сделала? Очарование Аски на полную мощность. Давай уже снимай. Тринь. Новое фото для превьюшки. Покажи-ка моё необработанное фото. Хм, по-моему, чего-то не хватает. Пошли. Если нас тут найдут, будут проблемы. Погоди-ка. Ты чё снимаешь контактный комбинезон? А ты вообще офиг... Ох, твою-то мать. Мне это придётся точно цензурить. Аска, я всё понимаю, но... Ютуб мне пизды даст, не тебе, не Синьзи, а мне даст пизды, так что не надо. Снимай. Чего? Давай скорее, тут холодно. Ух, твою-то мать, если это наш батя увидит, он либо пожмёт нам руку, либо обосыт нам руку. Аска, может, прикроешь грудь? Или чё она здесь сверкнёт только так? Эх, я хочу здесь дальше всё смотреть. Неужели пора уже уходить-то? Мне бы твою энергию. Я уже утомился, ну что ж, я думаю то что, а хотя пока до выбора сейчас даём, я ещё немного тут прочту. Похоже, с завтрашнего дня у нас прибавится дел. Ну да, я как запасной пилот могу погулять. Ты одолжил камеру Аске? Ага. Смотри, разобьёт пеня на себя. Ну Аска ведь такая милая. Блин, мне интересно, а вот будь просмотрел фотографий такой, блин, Кенски просмотрел такой. Не-не, это как бы моя камера, всё, я её никому не отдам. Кенски, ну и вкус у тебя. Отдайте Аску мне. Чё? Шутка, шутка. Не могу же я так. И увести девушку Синзи. А-а-а. Опять начинаешь, да? Хорошо будет, когда Еву Кенски закончат. Правда? Аска и Кенски безмерно счастлив. Синзи-кун, ясу Цзухара-кун. Вам тоже спасибо за сегодня. Синзи и Тодзи. Да! Э-э. Хорошие детки. Осторожнее на обратном пути. А типа это всё? Типа... Типа мы пришли, посидели, Аску пофотографировали и... Как бы окей. Как бы окей. Добро пожаловать в Синзи Кит и Йодзи. Будьте осторожны и смотрите под ноги. Та-дам! Надо же, ты полностью переоделась. Я же после тренировки. Тренировки? После школьного кружка, что ли? Чего ты там бормочешь? Ты затолкал форму в портфель. Она же помнётся. Какая разница? Ааа, вкуснота-то... Ну, в принципе, я бы и сам сейчас не отказался от какого-нибудь бургера. Хочу ювелирный магазин. Так, а где этот магазин? Мы уже будем смотреть в следующей серии. И продолжаться рубрика будет «Куда мне нахер идти?». Так что, я думаю, что на этом всё. С вами был Найт. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов по данной игре, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь эти видео с друзьями. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok